Трамп сегодня рассказал, кто готов воплощать его пресловутый проект «Стена». А погранслужба США обнародовала увесистый список требований к застройщикам. И похоже, это грандиозное сооружение потянет из американского бюджета весьма увесистую сумму. Как видят стены в Вашингтоне, Дмитрий Анопченко знает все детали. Ее уже прозвали «Великой американской стеной» по аналогии с «Великой китайской». Масштаб, конечно, не тот, но споров и разговоров этот проект вызывает столько. Ведь сооружение будет грандиозное. Граница США и Мексики 3145 километров. И она долго была практически прозрачной. Заграждения, чтобы остановить наркотрафик, начали строить еще при Билли-Клинтоне. Порядка тысячи километров перекрыли при Буше-младшем. Смета тогда составила 6 миллиардов долларов. Денег катастрофически не хватало. И работы просто остановили. Так что Трампу теперь предстоит достроить еще 1600 километров стены на наиболее сложных участках. Американская пограничная и таможенная служба, здесь это единое ведомство, сейчас вывесило детальный список требований к тем, кто возьмется за сооружение стены. И когда посмотришь его, то такое впечатление, что здесь вовсе не пограничное сооружение, а новый Форт Нокс, хранилище золотых запасов страны, решили построить. Проекты с высотой менее 5,5 метров даже рассматривать не будут. В документах указано, что в идеале стена должна быть выше 9 метров. Выглядеть солидно и внушительно. По завершении строительства ее следует выкрасить в приятный цвет. Но только со стороны США. На покраску обратной стороны можно и не тратиться. Расписаны и характеристики прочности. Причем не технические параметры, а вполне конкретные моменты. Через стену должно быть невозможно перелезть или сделать подкоп. Она должна быть настолько прочной, чтобы проделать отверстие в 30 сантиметров можно было не быстрее, чем за 60 минут. В проекте указано, что сооружение должно в течение часа выдерживать воздействие таких инструментов, как кувалда, кирка, долото, автомобильный домкрат и даже ручной автоген. Дональд Трамп накануне дал большое интервью Fox News, в котором сказал, как бы его не критиковали, но проект будет совершен, стена в Америке появится. Другое дело, что он не упомянул о том, кто все-таки за это заплатит. Дело в том, что политик очень часто заявлял, все до цента компенсирует Мексика, но сейчас выясняется, что финансировать все-таки придется американским налогоплательщикам. В проекте бюджета США предусмотрено, что на строительство выделят полтора миллиарда долларов. Сколько миль стены за эти деньги удастся соорудить, непонятно, ведь большую часть съест подготовка проекта и котлован. В главную смету страны 2018 года на стену заложат еще больше 2 миллиарда 600 миллионов. Это весь дефицит бюджета Украины в прошлом году. Ну и теперь в Конгрессе предстоят очень серьезные бои для того, чтобы бюджет Америки с этой вот строчкой на финансирование стены все-таки утвердили. Дело в том, что одно из двух своих главных предвыборных обещаний остановить поток мигрантов Дональд Трамп выполнить так и не может. Его антимиграционные указы постоянно блокируют в судах. Поэтому завершить до конца начатое, построить стену, является для него вопросом и престижа, и авторитета, и даже рейтинга. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.